Война стала катализатором истощения всех российских ресурсов. В каждой сфере производственной или бытовой россияне терпят убытки. Огромные вливания в ВПК Федерации перегрели экономику, а мощным ударом стали уже 14 пакетов санкций, которые Европа ввела в отношении России. На конец года окажется, что реалистичным рост является не в 3% годовых, а в 0,2% годовых. Что на самом деле инфляция от 8 до 10% повышения потребительских цен. Все это, скорее всего, приведет к стагфляции. Потому что одновременно происходит и разворачивание инфляционных процессов, и экономика переходит к стагнации. Россияне уже чувствуют, как опустошаются их кошельки. В июле цены на продукты выросли на 0,3%, сообщил Росстат. С начала года продукты подорожали на 4%. Эти показатели не учитывают динамику цен на алкогольную продукцию. Если говорить о сферах, в которых россияне выкладывают немаленькие суммы, то, по данным издания агентства, за последний год самыми дорогими были медицинские услуги. Только общий анализ крови подорожал на 485,2%. Из продуктов больше всего подорожали бананы на 38,8%, а цены на недвижимость выросли на 29%. Проезд в такси и мобильная связь также могут стать россиянам не по карману. Это станет дополнительной нагрузкой для россиян. Цены на многие продукты и услуги уже выросли за последний год, следует из анализа агентства. Некоторые медицинские услуги подорожали на сотни процентов. Выросли цены и на продукты. На помидоры – 35,6%, на огурцы – 27,5%, на картофель – 24,2%, на рис – 14,8%, и на аренду квартир, и на путешествия. Из публикации издания агентства. В Телеграм. Поводов для оптимизма у россиян нет. Последний крупный иностранный банк в России закрывает россиянам вывод валюты за границу. Со 2 сентября жители Федерации не смогут осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц. Также не будет доступна услуга корпоративного кредитования. Ограничение было введено в связи с предписанием Европейского центра банка. По словам представителя одного из банков, из-за требований Европейского центра банка могут закрыться и другие его продукты. А если руководство не успеет выполнить предписание регулятора, то кредитной организации в России и вовсе грозит полное прекращение работы. Крайний срок для оформления валютных переводов за рубеж – 16.00 по московскому времени, 30 августа. После этого времени банк перестанет принимать заявки от клиентов. Из статьи издания The Moscow Times. Чтобы противостоять рискам стегфляции, эта ситуация, когда темпы экономического роста падают, а безработица и инфляция растут, в июле Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18%, что является самым высоким показателем за последние два с половиной года. На карту поставлено все. Благополучие России, фонд национального благосостояния, который уже практически исчерпан. Из 15 триллионов ликвидных активов остается меньше пяти, а на конец этого года останется около трех триллионов рублей. То есть фактически в пять раз сокращенный фонд национального благосостояния. Потеряны те активы, которые остались на Западе. Из-за демографического кризиса в России растет безработица. В Федерации сегодня не хватает рабочих рук из-за массовой гибели российских граждан на войне против Украины и оттока мигрантов. Это также существенный удар по экономике страны. Предприятиям в России сейчас не хватает более двух миллионов работников. Виктория Смирнова для телеканала Фрида.